Здравствуйте! Это суть дела. Государственный долг российских регионов по итогам 2020 года достиг максимума за 10 лет, сообщает глава счетной палаты Алексей Кудрин в своем выступлении на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В общей сложности, чтобы покрыть дефицит бюджета, в прошлом году субъекты заняли 383 миллиарда рублей и увеличили совокупную долговую нагрузку на 18%. Это, конечно, объяснимо с учетом пандемии, но мы должны видеть перспективу на снижение величины долга, сказал Кудрин. У Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% доходов. Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиться. И тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде. Будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования, предупреждает глава счетной палаты. По итогам 2020 года 57 из 85 субъектов Федерации потратили больше, чем получили в виде доходов. При том, что год назад таких было 35, а в 2018 году всего 15. Суммарный дефицит региональных финансов составил 677 миллиардов рублей и в абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года. Эта дыра частично затыкается трансфертами из федерального бюджета. Иначе она была бы в 6,5 раз больше, до 3,776 триллиона рублей. У 15 регионов дефицит местной казны превысил 10% собственных доходов, у 7 оказался выше 20. Эпицентром бедствия стала Кемеровская область с дырой почти в 30% собственных налоговых и неналоговых сборов. Почти четверти поступлений не хватило у Удмуртии. Более 20% Хакассии, Тюменской, Архангельской области, Калмыкии и Башкортостану. Дыры в этих бюджетах – это дыры в экономике. По итогам года в 51 субъекте упали инвестиции в промышленное производство. Только в 75 субъектах упали реальные доходы населения, перечисляет главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Ранхикс профессор Наталья Зубаревич. Долговая нагрузка в большинстве регионов и до пандемии была высокой. Основная ее часть накоплена в ходе выполнения зарплатных майских указов 2012 года. Но в 2018-2019 годах долг снижался. В период пандемии долг вновь стал увеличиваться. Многим регионам не хватило помощи из-за опережающего роста расходов, отмечает Зубаревич. Ну вот теперь давайте попробуем разобраться с долгами федеральному центру на примере нашей республики. Объем госдолга Татарстана на 1 января 2021 года составлял 90,17 миллиарда рублей. Это следует из материалов Российского информационного агентства «Рейтинг». На 1 октября 2020 года госдолг Татарстана составлял 96,8 миллиарда. За 9 месяцев он вырос еще на 3,3 процента. Республика занимала 47 место в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки. В январе-июне прошлого года Татарстан перечислил в федеральный бюджет в виде налогов 200,5 миллиарда рублей. В целом за январь-июнь с налогоплательщиков республики удалось собрать 303,7 миллиарда. Снижение к показателям аналогичного периода прошлого года составило 25,5 процентов или 104,7 миллиарда. Получается, что за первое полугодие прошлого года республика перечислила в федеральный бюджет 66 процентов полученных доходов. И передав в центр 200,5 миллиардов рублей, осталась должна ему же еще 96,8 миллиарда. И вот здесь я вынужден произнести страшное словосочетание – бюджетный федерализм. Пока государство не поймет, что вначале надо сложить бюджет района, а потом бюджет региона и страны, тогда у нас исчезнут многие болезни. И коррупция, и бедность, и проблема в образовании, и медицине – все это последствия перевернуты кверху ногами системы формирования бюджета страны. Порочная система распределения доходов – это основа несправедливости общественного устройства. И пока мы все это не поймем, ох, не видать нам удачи. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.